Окей, 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 всем привет дорогие друзья, наконец-то до меня добрался первый мой телефон на Snapdragon 865, это топовый флагман Poco F2 Pro на очень мощном процессоре 865 Dragon с поддержкой 5G. Сейчас расскажу историю, заказывал я с сайта Алиэкспресс, стоимость была 31 тысяча рублей, но плюс к этой стоимости прибавилось то, что я заплатил 2000, около 2000 налога, то есть пошлину, если вы превышаете 200 евро, ваша посылка, вы должны оплатить пошлину, там 15% от суммы превышающей 200 евро. И мне пришел счет на 2000, я с помощью карты оплатил и вот сегодня сходил, забрал этот телефон, в итоге он мне обошелся где-то 33 с половиной тысячи. Это даже дешевле, чем в наших магазинах, потому что я прочитал новость буквально вчера, что Poco F2 Pro приезжает в Россию и будет продаваться за 50 тысяч рублей, но правда они привезли версию дорогую на 256 гигабайт, не знаю зачем это было сделано, нужно было наоборот дешевенькую привозить. А я купил самый дешевый вариант по памяти, это 6128, 6 гигабайт это даже не флагманский уровень, потому что сейчас 6 гигабайт имеет какой-нибудь Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8 Pro, которые стоят 15 тысяч, в два раза дешевле, чем этот телефон. То есть этот телефон реально очень маленький по памяти и это один из самых доступных сейчас телефонов на 865 Snapdragon. Есть еще более дешевый, например, какой-нибудь IQ Neo 3, но он китайский, то есть китайская прошивка будет, китайская версия, а это глобальная версия, международная, поэтому здесь никаких проблем с 4G не будет, с NFC не будет никаких проблем, чисто предназначено для международного рынка. Вообще бренд Poco это чисто для международного рынка, в Китае, как я понимаю, даже Poco не продается. Ну что ж, давайте вскрывать, смотреть. Телефон свеженький, сделан в мае 2020 года. Передо мной стоял выбор, когда я покупал этот телефон, какого цвета взять телефон. Было три цвета и все они стоили одинаково. Зеленый, белый, по-моему какой-то еще фиолетовый и серый. И я вот на удивление взял серый, реально мне показалось, что серый лучше всего смотрится. Вот, ребят, видите, вот он серый, как я взял, был такой еще зелененький и фиолетовый, ну и белый. Белый сейчас раскупили, но я из этих всех цветов выбрал самый, наверное, банальный серый, стальной. Сейчас посмотрим, как он выглядит. Особенность этого телефона то, что у него фронтальная камера выдвижная. За счет этого создается эффект безрамочности. Вскрываем упаковку. Упаковка красивая, оформленная в фирменных желто-черных тонах. Вообще, это бренд Poco относится к Xiaomi, но это как отдельное подразделение, как Redmi, так и Poco. Poco это типа телефоны топовые, флагманские, на классном мощном железе, но по минимальным деньгам, с минимальной наценкой. Знаете ли, топ железа за минимум денег. Так, раскрываем коробку. Здесь у нас желтая коробка, как у Realme. Но у Realme написано Welcome to Realme Family. Здесь ничего не написано на конвертике. Ну и вот он сам телефон. Есть язычок, за который тянуть. Все удобно, все стильно выполнено, на качественном уровне. Ванночка такая качественная. Дальше, здесь идет кабель USB Type-C. Не буду доставать, обычный кабель белого цвета. И вот такая зарядка. Очень неудобно ее вытаскивать. Так, это у нас быстрая зарядка. Очень здоровая, тяжелая. И на сколько она здесь мощности? 33 ватта. Такая же, как у Redmi Note 9 Pro. Ну, могли бы положить хотя бы 50 ватт, не знаю. У тех же OnePlus'ов гораздо мощнее зарядка идет в комплекте. Но этот телефон, на нем экономили все равно. Это один из самых доступных телефонов на 865 драконе. Поэтому здесь в чем-то его урезали. Здесь, например, обычный экран. Даже не 90 Гц, не 120, просто 60 Гц. Также есть в комплекте вот такая вот не силиконовая, а пластиковая накладка. Да? Это же пластик. А, вот, я понял. Это какой-то пластикосиликон. Но больше пластик. То есть он вот гибкий, но все равно не такой гибкий, как силикон обычный. Вот такая вот накладочка имеется. Ладно, пригодится. Наушников нет. И вот еще есть скрепка. Давайте сейчас я посмотрю, что это за символоток. Распознает ли телефон, поддерживает ли флеш-карты. Это тоже интересно. Poco F2 Pro. 865 дракон с 5G. 6,67 дюймов AMOLED Fullscreen Display. 64 Мп основная камера плюс запись видео в 8К. 20 Мп фронтальная камера. И батарея 4700. Кстати, вот плюс этого телефона, то, что у него, он, пожалуй, на втором месте из флагманов стоит. Из дешевых китайских. По батарее. У него больше батареи, чем в OnePlus 8. Больше батареи, чем в Realme X50 Pro. Больше батареи, чем у кого еще? Чем у Samsung S20 обычного. Но чуть меньше, чем у Mi 10. У Mi 10 там 5,260, если я не ошибаюсь. То есть объем батареи для флагмана 4700 это очень хорошо. У многих меньше. Ну и вот, собственно говоря, как выглядит задняя сторона телефона. Мне нравится дизайн. Здесь камера оформлена в таком вот круглом стиле. Не похоже на то, что делают сейчас. Все делают квадратными. Копируют с Apple, с iPhone. Здесь такое кругленькое. Что-то уникальное, что-то свое. Красная кнопка включения. Намекающая, знаете, на какой-то спорт, на какую-то агрессию. Круто смотрится камера. Мне нравится, смотрите, 64 Мп. Какие-то еще здесь такие силуэты вырисовываются. Еще обводочка такая прям. Ну офигенно. Вспышка из трех светодиодов. Смотрите, три светодиода здесь. Прикольно выглядят. Так, регулировка громкости. Рамка, как я понимаю, металл крашеный. Задняя крышка стекло матовое. Очень красиво так отполировано. Не блестящее, а такое благородное матовое стекло. Made in China. Ну, понятное дело, что в Китае собираются. Внизу разъем для симок. Вот он. Так, давайте. Опа, вылезайка. Нет, ну как я понимаю, сюда... Да, сюда только две симки. Вот с этой стороны можно симку вставить. SIM1. И с этой. Флешки нельзя вставить, как и в большинство флагманов Xiaomi. Разъем для зарядки USB Type-C. Внизу микрофон. Знаете, он такой тяжеленький, увесистый. И вверху еще один вырез под наушники. Еще один микрофон, инфракрасный порт и выдвижная камера. Короче, здесь много всего. И хорошо, что здесь сохранили 3,5 мм. У многих флагманов он отсутствует. Камера немножко выпирает из корпуса, но это не беда. Кстати, вот эта камера напоминает мне камеру у этого OnePlus 7T. У него тоже была такая круглая камера. Но там, по-моему, три было объектива, здесь четыре. Ну что ж, включаю, нажимаю красную кнопку. На экране пленка есть? Так, на экране пленочка есть, да. Вот она, пленочка наклеена. Это хорошо. Защита какая-никакая присутствует. Так, давайте я сейчас здесь приберусь и продолжу видео. Телефон, естественно, поддерживает Wi-Fi 2,4 ГГц, 5 ГГц. Ну и по вот этим вот полоскам, бегущим по экрану, наверное, заметно. Видно, что здесь AMOLED-экран. Шим небольшой имеется. Но в настройках я надеюсь, что это я все уберу. Посмотрите, какая безрамочность. Очень тонкая, низкая, маленькая нижняя рамка. Боковые рамки минимальные. Верхняя рамка минимальная. Чем мне еще нравится этот телефон, в отличие от многих флагманов, то, что у него экран не водопад, как у многих закругленный. Это дико меня бесит. На Mi 10, на Mi Note 10, на OnePlus 8, на Samsung S20, у всех, блин, у Honor 30 Pro Plus, у всех закругленный экран. Меня это так раздражает. Это красиво смотрится, но это дико непрактично. Хрен наклеишь защитное стекло. Постоянно какие-то рандомные нажатия, когда держишь телефон, у тебя вот эта вот часть заходит на экран, на закругленный. Какие-то левые нажатия, блики на солнце, когда ты смотришь. Ну, короче, это непрактично. А здесь экран плоский, как у обычных телефонов. И это меня дико радует. Я обожаю плоские экраны. И здесь даже нету капельки, дырки, потому что камера выдвижная. Сейчас я настрою телефон и покажу вам, как она выдвигается. Может быть, я себя успокаиваю, ребят, но мне кажется, что по дизайну это один из самых красивых реально флагманов в этом году. Я думал, когда брать этот телефон, я думал, может быть, взять OnePlus 8, и у меня стоял выбор между двумя этими телефонами. Но OnePlus 8 была не глобальная версия, а китайская, из Китая. И стоил он примерно на 8000 рублей дороже. При этом у OnePlus была меньше батарея, и у OnePlus там, по-моему, три камеры, здесь четыре камеры. И то есть я подумал, ну а зачем я буду брать дороже телефон на китайской прошивке, с китайской зарядкой, когда я могу взять глобальный Pocophone, и все будет нормально. Здесь будет MIUI. Мне не придется его даже перепрошивать там с Hydrogen OS на Oxygen OS. Ну то есть как бы я сделал выбор вот в пользу Poco F2 Pro. А если начать сравнивать этот телефон вообще с топовыми, с флагманскими брендами, да, с каким-нибудь Samsung S20, который стоит 70 тысяч, этот мне вышел 33 500. Какой-нибудь Honor, да, тоже дороже стоит. Какой-нибудь, например, Apple 60 тысяч минимум, iPhone 11. То есть это, по сути, сейчас один из самых дешевых флагманов, реально. Самый дешевый флагман 33 500. Как будто по старому курсу, знаете, в 2012-13 году так же флагманы стоили. Сейчас уже, конечно, все выросло в цене, а этот телефон укладывается вот в эти вот 30 условных тысяч рублей. Конечно, может кто-то сказать, что это не самый топовый флагман. Здесь нет таких полезных функций, как 144 Гц. Здесь нет супер-ультра-быстрой зарядки, влагозащиты. Да, я согласен, это не самое лучшее решение на рынке, но это почти флагман во всем. Почти во всем, в чем? В хорошем смысле, да, вот они урезали то, что практически никому не надо, а все, что надо, оставили. Единственное, пожалуй, что мне не нравится у этого телефона пока что, это то, что здесь сделали сканер прямо в экране. По вот этому, по нынешним трендам. Мне бы было приятнее, если бы он был расположен вот здесь, сбоку. Мне нравится сканер в кнопке включения, здесь же сканер в экране. Но хотя бы хорошо, что они его не сделали слишком низко. Сделали на удобном расстоянии. Вот регистрирую сейчас сканер в экране. Ну, буду надеяться, что он здесь хорошо работает, а не как в Самсунге. Просто в Самсунгах он работает реально медленно. У китайцев, у тех же OnePlus, у Realme он быстрее. Ну и надеюсь, здесь он тоже не подкачает. Окей, готово. Так, эти все штучки я все время выключаю, как правило, когда настраиваю Xiaomi телефоны. Принять. И поехали. Две темы на выбор. Это классика, либо безграничность. Я выбираю классику. И готово. Все готово. Идет загрузка приложений MIUI 11. Просто держу кусок экрана в руках. Смотрите, какие реально маленькие рамки. Непривычно после своего айфона. Мой айфон просто как динозавр. В сравнении с Pocophone F2 Pro. Это, конечно, что-то нечто. У меня две камеры, здесь четыре. У меня нет разъема для наушников, здесь есть. Ни о каком уже инфракрасном порте я не говорю. У меня огромная челка, здесь вообще ничего этого нет. То есть по всем показателям реально он смотрится круче. Даже вот по дизайну он какой-то прям симпотный. Вообще приятная задняя крышка. Хочется трогать, трогать. Здесь вот как-то интересно оформили. Красным покрасили кнопку включения. Ну круто, короче. С дизайнерской точки зрения мне нравится этот телефон. Только он тяжеловатый. Вот хотелось бы полегче. Наверное, вот эти материалы. Стекло, металл. Сама батарея большая здесь. Поэтому телефон, ну сам по габаритам. Экран здоровый. 6,67. То есть вот из-за этого он такой тяжеленький. А в чехле он будет еще, соответственно, тяжелее. Кирпичик такой маленький. Так, ну и вот все. Первое включение. Какая красивая обоина специально. Не видел ее еще в MIUI. Включаем максимум экрана. Все лишнее вырубаем, чтобы не тратить батарейку. Ну и посмотрите, какая превосходная картинка. Это Super AMOLED матрица Full HD+. 60 Гц. Да, 60 Гц. Ну по фигу. Я все равно, даже у меня, если телефон 90 Гц, я все равно буду всегда переключаться в 60, чтобы меньше энергию расходовать. Что у нас здесь есть? Автоповорот. Пускай остается темный режим. Кстати, это очень хороший режим для AMOLED экранов. Также вот оно, устранение мерцания. Смотрите. Вот так шим есть, да? На экране. Видите, полоски идут. Если еще ниже яркость, еще больше будет. А вот потом одну кнопочку нажимают, тумблер, и все исчезает. И ваше зрение уже не страдает, ваши глаза уже не высыхают. Поэтому все время на AMOLED экранах включайте устранение мерцания DC Dimming. Он еще по-другому называется. Классный, сочный, яркий экран. Очень нравится. Посмотрите, углы обзора. Белый цвет, по-настоящему белый. Обязательно потом еще включу темную тему. Здесь Poco Launcher. То есть здесь не как в MIUI все приложения на рабочих столах. Здесь еще можно сделать свайп, как на чистом Android. И приложения у вас будут, ну, как бы в таком отдельном списочке. Это прикольно, мне нравится. Но много предустановленного софта, как всегда у Xiaomi. Смотрите, покупая дорогой телефон, нам здесь уже и TikTok, и какие-то игры. Все как у дешевых Xiaomi, все как у бюджетников, да. Немножко это неприятно. Ну ладно, сейчас это надо все почистить, поудалять. Проверяем сразу сканер. Два раза тапаю. Так, появляется та область. Оп, красивая анимация срабатывает. И сканер разблокируется. Телефон разблокируется. Быстро работает, быстрее, чем на Samsung. Я ожидал худшего. Смотрите, реально круто. Телефон еще так приятно вибрирует. У него еще типа Taptic Engine есть, как на iPhone. Вибрация встроенная. Пока все очень симпотно. Дальше. Камера фронтальная. Покажу сейчас, как она выдвигается. Так, отклонить. Куча настроек. Смотрите. Оба, с каким красивым эффектом. Красотень вообще. Зажигается, все горит. Еще и приятный звук. Здесь такая анимация идет. И быстро довольно-таки. Смотрите. Слишком часто открываете камеру. Окей. Могу сломать механизм. Конечно, многие боятся, что типа фронтальная камера, то, что она выдвижная, она со временем сломается. Согласен. Согласен. Она имеет какой-то срок службы, какой-то заложенный производителем. Там 100 тысяч открываний. Просто ей надо поменьше пользоваться и все. И ни в коем случае не надо, чтобы туда попадал какой-нибудь песок, какая-нибудь пыль. Нужно как бы вот это место всегда держать в чистоте желательно. Чтобы механизмы там не истерлись, ничего не засорилось. Поэтому поаккуратнее с ней. Да, фронтальную камеру мало кто использует. В основном все фотоют с задней камеры. Так как телефон этот работает на 865 Snapdragon, здесь все просто тупо летает. Открывается очень быстро. Ну, просто реально реактивный телефон. Реактивнейший. И этот телефон будет актуален еще лет 10. Я не знаю, что должно произойти, чтобы этот телефон начал лагать. Ну, потому что реально телефону мощности хватает с головой. И будет хватать еще годы и годы вперед. Смотрите, как быстро TikTok листается. Интернет даже не успевает подгружаться. Вон, ролики вообще просто летают. Просто жесть. А если вдруг вам не нравятся три сенсорных кнопки внизу экрана, вы можете сделать нечто подобное, как на айфоне, пользование жестом. Это все делается в настройках экрана, да, полноэкранный режим. Так, нет, не туда зашел. Вот, расширенные настройки, безграничный экран. Включаем жесты, не сейчас. И все, и жесты срабатывают, как на айфоне. Прям бац, бац, бац. Так, а где многозадачность? Оп, все, все работает, все отлично. Но мне все-таки попривычные кнопки, классические, андроидовские. Дальше, что у нас здесь? По железу давайте разберемся. AIDA64 программка. Смотрим на систему. Здесь 6 гигабайт оперативной памяти. И когда вы покупаете вариант с 6 гигами, вам будет доступна память LPDDR4X. Если вы уже берете Pocophone с 8 гигами, там уже память оперативная LPDDR5. Вот такой маленький косячок. Я взял подешевле, сэкономил, поэтому у меня LPDDR4X память. Но ничего страшного, даже эта память хорошая, на высоких частотах работает. Так что все нормально. 128 гигов встроенной памяти, из которых доступно около 100. Bluetooth версии 5.1. Самый новый, самый современный. Видеоускоритель Adreno 650. Это то же самое, как в мире компьютеров. Какая-нибудь RTX 2080 Ti. Супер, самая крутая, типа, видеокарта, которой хватит на долгие-долгие годы. Этот телефон просто в игровых возможностях рвет все. Он будет тянуть все без троттлинга на 60 кадров в секунду. Это вообще супер игровая приставка на долгие годы вперед. Собственно говоря, интересно проверить все это в Antutu. Я думаю, что, ну, больше 500 тысяч однозначно. Около 550-560 тысяч. Пол мульта, я думаю, он нам покажет. Давайте сейчас это проверим. Итак, ребятушки, ну что, готовы увидеть чудо-чудо инженерной мысли? Спасибо! Спасибо инженерам Qualcomm, что сделали такой классный процессор. Хоба! Видали? 576 тысяч баллов. Это самый мощный телефон, который у меня когда-либо был. Это такой тест в Antutu. На 4,8 градусов телефон нагрелся и на 4% разрядилась батарея. 576 тысяч баллов. Ну еще бы ему 24 тысячи и было бы 600. Вы понимаете? Пол ляма, пол мульта в Antutu. Это просто бешеная мощь, которую даже сейчас некуда применить. Ладно, следующее. Это тест памяти. Посмотрите, какая здесь быстрая память. UFS 3.0. 1644 мегабайт в секунду на запись и на чтение. На чтение и на запись, точнее. 709. Это просто космические результаты. Правда, немножко троттлинг тест подкачал. Троттлинг имеется. Начинается примерно с 4 минут. Производительность падает на 20-25%. Видите? И потом остальной график около 80%. То есть, все-таки небольшой троттлинг имеется у этого процессора. Ну и вот такой вот тест Geekbench 5. Тоже результаты колоссальные. Колоссальнейшие. Это самый мощный телефон, который у меня когда-либо вообще был в руках. Также я заметил, что здесь есть Always On Display. Посмотрите. Он всегда будет показывать вам. Всегда будет работать. Всегда будет показывать сколько времени, уведомления какие-то. Вот видите? Причем этот Always On Display, его можно настроить в настройках. Он здесь присутствует. Так, где же он находится? Экран. Активный экран. Вот он, стиль. И посмотрите, сколько здесь разных вариантов этого Always On Display. Можно и часы поставить, и калейдоскоп, как у меня стоит. И какие-то цифровые часы поставить. То есть, ну вообще, тут столько этих разных вариантов. Вот, смотрите, например. Раз, применил. Ну-ка, посмотрим. Хоба. Все. Always On Display. Он всегда у вас будет гореть. Так как это AMOLED матрица, он потреблять будет очень мало. Вот эта вот информация. И чтобы не выгорала картинка на одном месте, эта информация будет все время перемещаться. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Чтобы это не выгорело матрица, все время одно и то же подсвечивая. То есть, вообще, телефон реально дарит впечатление, как дорогого телефона. Очень дорогого. Заходим в камеру. 64 мегапикселя основная камера. Что мы здесь видим? Мы здесь видим, что можно заснять прикольный видеоклип. Где я это видел? Так, видеоклип. Так, так, так. По-моему, где-то вот здесь. Да, влог. Давайте я сейчас покажу вам, что это значит. Вот здесь несколько примеров съемки видеоклипа. И посмотрите, что у меня получилось. Какая красота. Вот такие вот видеоклипы можно снимать. Это он сам все смонтировал и музыку наложил. Ну или вот еще один шедевр. Давайте посмотрим. Ну и как вам? Это все с помощью встроенного приложения камеры. Здесь много таких эффектов. Можно подурачиться, поиграться, поснимать видео. Еще самое главное, что 8К. Действительно, 8К запись. Вы представляете? 8К запись видео. Но, правда, когда включаешь 8К, он пишет, что больше 6 минут снимать нельзя. Только 6 минут. Ограниченное время съемки. Замедленная съемка. 960 FPS. И вот смотрите, как она выглядит. 960 FPS. Очень замедленная съемка. Ой, я уже поздно ее нажал. Хоба. Телефон отлетает от кровати. Бам. Или вот еще. Оцените, что у меня получилось. Съемка 960 FPS. Ой, смотрите, как замедляет. На. Лови плюху. Хе-хе-хе. Также, помимо записи 8К и 960 FPS, телефон умеет снимать 4К 60 FPS с ускоренным съемкой. Кинематографическая съемка. То есть, когда вот так вот края обрезаны, как в кино. В общем, стабилизация видео здесь есть. Здесь есть столько разных плюшек, столько разных интересных вещей. Есть макросъемка. Посмотрите, как будто под микроскопом я снимаю. Просто посмотрите, как близко можно снимать. Можно рассмотреть пальцы на своем. Точнее, вот эти вот, как они? Кольца на своем пальце. Опечаток пальца можно посмотреть. Это просто капец. Я такого не припомню. Функционал, как, я не знаю, не как у телефона, а как у какого-то суперкомпьютера за 200 миллионов долларов. Встроенные различные фильтры. Но это есть, в принципе, и на любом MIUI. Эффект боке можно сразу регулировать. Короче, капец. Тут настроек столько, что... Я даже столько не встречал вообще во всех телефонах. Линии горизонта, сетки, отслеживание объекта, кстати, есть даже. Это чтобы суперстабилизация тоже была на объекте. Макросъемка. Искусственный интеллект. HDR, авто, выключить, включить. Также, что здесь еще есть? Google Lens. Горизонт. Линии... Ну, короче, вообще полный, полный был комплект. Есть широкоугольная камера, есть обычная, есть двукратный зум. Максимальный зум здесь десятикратный. Режим 64 мегапикселя. Давайте сейчас котика сфотаем. Котик там спит. Фокусируюсь в фото. Вот, посмотрите, идет сохранение фотки. Смотрим, сколько она весит. Весит она 17 мегабайт. И смотрим на котика. Вот он, котик лежит. В целом, видно его все нормально. 64 мегапикселя. Есть также ночной режим, портретный режим, панорамы можно сделать. Ну и профессиональный режим, где все можно отрегулировать вручную. В общем, ребят, просто богатейший выбор. Давайте я вам сейчас скину примеры фоток и примеры видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Запись видео на Poco F2 Pro Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Небо. Ну а это запись видео на фронтальную камеру. К сожалению, она не умеет писать в 60 FPS. Только 30. Многие думают, а есть ли здесь NFC? Ну конечно, ребят, ну не может быть флагман без NFC. Есть NFC. Пожалуйста. Все будет работать, все нормально, все в гугле сертифицировано. Даже на коробке написано, что без проблем можно пользоваться гугл-приложениями. Сейчас на всех новых Xiaomi-шках такая надпись есть, чтобы люди не боялись. А то боятся Huawei покупать, потому что гугл-приложений нет. А Xiaomi сразу на коробке пишут, что все нормально. А Huawei сейчас делает вот здесь вот такую надпись типа App Gallery. О как. Аккумулятор 4700. Я думаю, при должном использовании, если использовать режим энергосбережения, можно два дня с ним проходить. Если вы не сильно задротите в телефон, то два дня спокойно можно из него выжить. Ну а если играть, естественно, использовать по всем возможностям этот телефон, музыку слушать, то на сутки будет хватать. Ну и проверка звука. Максимальная громкость. Динамик, к сожалению, здесь один. Нижний, но он очень громкий. Очень громкий. Примотаю. Он реально ужасно громкий. Классный звук, классный, меня радует. В итоге, ребята, что я хочу сказать. Вот этот Pocophone F2 Pro, я не ошибся в нем. Я сейчас убеждаюсь, что это был правильный выбор. И своих денег он однозначно стоит. Здесь столько преимуществ, здесь столько разных плюсов. К минусам могу отнести то, что 6 гигабайт оперативной памяти, то, что на фронтальную камеру не снимается 4К видео, потому что даже на бюджетной Galaxy A51 фронталка умеет снимать видео в 4К. Здесь максимум Full HD, 30 кадров в секунду. Также к минусам могу отметить то, что здесь как бы один динамик, но зато он звучит очень громко, но не стерео. Все-таки на флагманах уже стерео. Также к микро-минусам могу отметить то, что экран не 90 Гц, не 144, а всего лишь 60. Но для меня лично это не особый минус. Но чисто с точки зрения рынка, да, это уже у многих есть, здесь этого нет. Так что, ребята, вот такой вот телефон получился. Я оставлю ссылку, где я его покупал, но будьте готовы. Если вы его покупаете из Китая, вам придется заплатить налог, пошлину. Я заплатил около 2000, там придет смс-ка, и вам ссылка придет, где нужно платить. Либо вы можете потом на почте отплатить, но там получится чуть дороже, там что-то на 300 рублей дороже с комиссией. Вот, и они уже в налоговую, ой, в таможенную службу передают эти деньги, короче. Вот, всем спасибо. Короче, если его заказывать, он выйдет где-то 33-34 тысячи из Китая. Всем удачи и всем пока!